Многие другие стандартные типы данных Хаскеля тоже являются представительными класса типов моноид. А для некоторых можно написать даже несколько экземпляров. Ну, начнем с пар и кортижей. Они являются моноидами, если их элементы тоже являются моноидами. Мы можем легко переадресовать операцию MAPEND из моноида пары в моноиды, которыми являются элементы этой пары. Ну, давайте посмотрим, как это реализовано. Посмотрим на представителя класса типов моноид для пары. Мы пишем контекст, говоря, что для того, чтобы пара была моноидом, мы должны потребовать, чтобы первый элемент этой пары был моноидом, и второй элемент этой пары тоже был бы моноидом. Задав такой контекст, мы уже можем пользоваться этим контекстом. А именно мы пишем следующее. Первое соображение. Что такое пустой моноид пары? Мы должны здесь и здесь использовать пустой элемент MEMPTY. А пустой элемент для первого элемента пары, естественно, определяется вот этим моноидом. Пустой элемент для второго элемента пары определяется вот этим вот моноидом. Более интересна реализация функции MAPEND. Опять же, с помощью споставления с образцом мы разбираем первую пару и вторую пару на первый ее элемент и второй элемент. И дальше просто переадресуем эту самую бинарную операцию, которую мы задаем над парами, паре бинарных операций, которые у нас имеются для первого моноида. Вот это вот бинарная операция, и мы X1 и Y1, первый и второй, первый элемент первой пары и первый элемент второй пары, оба они имеют тип А, связываем MAPEND для моноида А. То же самое со вторым элементом, мы связываем второй элемент пары функция MAPEND для моноида B. Ну, давайте посмотрим, например. Берем некоторую пару, ну, в качестве первого элемента возьмем строку. Строка является моноидом, потому что это список. Пускай у нас здесь есть строка ABC, ну, в качестве второго элемента возьмем, например, product. Это тоже моноид. Ну, давайте здесь product 2. И дальше свяжем функции MAPEND, которую только что определили для пар с второй парой. У нее типы уже фиксированы, потому что тип первого элемента и тип второго элемента здесь должны совпадать. Ну, здесь давайте напишем некоторую строку, раз уж там была строка C, D, E. Ну, а здесь напишем product 3. Ну, вот такая вот строка. Оба элемента пары являются моноидом. Значит, пара автоматически является моноидом на основании того представителя, который мы только что написали. Действительно, для первых элементов вызывается функция конкатенации, потому что MAPEND для списков определенная именно конкатенация. А для чисел, упакованных в контейнер product, в new type product, моноидальная операция MAPEND это умножение. Поэтому у нас получается значение 6. Следующим полезным представителем класса типов моноид служит тип данных MAYBE. Каким образом мы можем тип данных MAYBE превратить в моноид? Очевидно, мы можем использовать ту идею, которую мы использовали чуть выше для пар. Мы говорим, что значение, лежащее в контейнере MAYBE является моноидом, если элемент, который лежит у нас внутри контейнера MAYBE, тоже является моноидом. Мы задаем соответствующий контекст и теперь делаем MAYBE A представителем класса типов моноид. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Во-первых, что такое нейтральный элемент? Из естественных соображений понятно, что для того, чтобы законы выполнялись, нейтральный элемент должен быть значением NOTHING. Ну и действительно, MAPEND теперь это функция двух переменных. И мы должны описать поведение этой функции на всех возможных комбинациях. Таких комбинаций у нас 4. NOTHING, 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 что-то, что-то, NOTHING и, наконец, JUST, JUST. Ну, во-первых, NOTHING, NOTHING и NOTHING, что-то покрываются первым уравнением. Мы говорим, что если первый элемент NOTHING, а второй элемент произвольный, то поскольку NOTHING должен быть нейтральным элементом, то в этом случае мы возвращаем элемент M. это фактически закон для моноида. Раз уж мы объявили MAMPT и NOTHING, то ничего другого мы сделать не можем. Аналогично второй закон моноидов, то, что NOTHING, то есть, точнее говоря, MAMPT должно быть правой и левой единицей, диктует нам, что в этом случае мы должны в точности возвращать M. Не важно, что там стоит. Последний случай, когда слева и справа у нас стоят JUST, потому что все остальные случаи мы разобрали. Вот это самый сложный случай, потому что предыдущие автоматически получаются. Что мы здесь можем сделать? Поскольку мы сказали, что наш тип, который у нас лежит внутри контейнера MAYBE, является моноидом, здесь это значение этого типа M1 и M2, значение типа A, то мы можем просто переадресовать в этом случае функцию MAPPENT нашему внутреннему типу. Раз тип A это моноид, значит значения M1 и M2 могут быть связаны с функцией MAPPENT, не важно, как она для него реализована. Как-то она для него реализована, мы ее вызываем. Если это будут строки, то это будет конкатенация, если это будет сумма, то это будет сумма, если это будет PRODUCT, то здесь у нас будет фигурировать произведение. И, естественно, результат упаковать в контейнер JUST. Вот так вот можно написать представителя класса типов M1 для типа данных MAYBE. Однако существуют другие, тоже довольно полезные представители M1 для типа данных MAYBE. Давайте посмотрим. А разница здесь у нас будет в последнем уравнении, потому что первое уравнение, ну если мы берем MEMTI в качестве MEMTI NOTHING, они просто совершенно однозначно диктуются законами класса типов MANOID, которые не должны нарушаться. Давайте посмотрим, как это сделано. Ну первое, что нам нужно сделать, нам, естественно, для того, чтобы написать для одного типа MAYBE, два разных представителя некоторого класса типов, нам нужно упаковать этот тип в какую-то обертку с помощью NEWTYPE. Так же, как мы это делали для чисел. Эта упаковка зовется FIRST, потом станет понятно, почему она называется. И ее структура совершенно стандартная. FIRST служит для упаковки значений типа MAYBE. У нее есть конструктор с этим именем, и функция ACCESSOR, метка поля, которая возвращает нам вложенное внутрь этой структуры значение типа MAYBE. Итак, упаковка FIRST у нас готова. Теперь мы можем всякий FIRST, ну FIRST внутри себя содержит MAYBE, объявить MANOIDом. Каким образом? Ну, во-первых, MEMPTY. MEMPTY работает совершенно стандартным образом, это NOTHING. Но поскольку мы объявляем MANOIDом упаковку FIRST, мы должны заключить наше значение MAYBE, а типа MAYBE NOTHING, в нашу коробочку, в которую мы упаковываем, собственно, значение типа MAYBE FIRST. Итак, MEMPTY у нас готово, теперь MAPEND. MAPEND работает следующим образом. есть... Да, давайте сначала я опишу семантику. На самом деле, семантика FIRST следующая. Она возвращает первый ненулевой элемент. Всегда. То есть, если у нас первый элемент, ну, в данном случае вызовет двух функций, но если у нас будет конкатенация, у нас будет цепочка функций. Если первый элемент содержит NOTHING, то тогда MAPEND возвращает просто следующий элемент. Если же в противном случае, если первый элемент произвольной природы, но не NOTHING, то возвращается этот самый первый элемент. То есть, первый элемент, который отличен от NOTHING, ну, естественно, упакованный в нашу коробочку FIRST, возвращается нам в качестве значения. Остальные элементы игнорируются. Хотя такой подход кажется немножко странным, но тем не менее, он очень полезен. Действительно, если мы для этого маноида FIRST вызовем некоторую функцию конкатенации, ну, например, вот такую вот функцию конкатенации, у нас значения типа MAYBE, ну, MAYBE INT, упакованные в коробочку FIRST, лежат в списке, и мы запускаем конкатенацию этого списка, то в этом списке возвращается первое ненулевое возвращение, как я уже говорил. То есть, те, которые NOTHING пропускаются, а первое ненулевое возвращается. Для чего такая штука полезна? Она полезна, скажем, для задач синтаксического разбора, когда у меня может быть много разных попыток синтаксического разбора, неудачные попытки возвращают мне NOTHING, а первая удачная попытка у нас возвращается, как некоторый результат текущего разбора. Ну, разбор может продолжаться, но первый удачный разбор мы продолжаем его в дальнейшем. Вот такой вот подход с использованием первого ненатинга, он очень полезен и используется часто. Может показаться, что здесь мне пришлось набирать руками большую-большую строку. Это действительно так. Обычно у меня имеется неупакованный в контейнер FIRST список значений. То есть, на самом деле, у меня список значений, который может мне прийти откуда-то из синтаксического разбора, он часто бывает без контейнера FIRST. Но, на самом деле, переупаковка того, что у нас получилось в контейнер FIRST, она выглядит не очень сложным образом. Действительно, FIRST это конструктор, но мы можем смотреть на него как на функцию. Поэтому мы можем написать следующим образом. Мы просто можем... У нас есть список, и мы хотим каждому элементу списка применить некоторую функцию. Ну, так давайте это и сделаем. Мы пишем MAP FIRST. И вот у нас сразу же каждый элемент списка упакован в нужную коробочку. То есть, результат тот же самый, но у меня конструкция выглядит гораздо короче. То есть, для того, чтобы упаковать в NEW TYPE какое-то значение, вовсе не нужно заниматься каждым элементом списка. Можно получить неупакованный список и с помощью функции MAP упаковать в соответствующий контейнер. Ровно так же результат нашей работы мы можем распаковать. Видите, у нас результат упакован FIRST, но мы можем вызвать функцию GET FIRST. Давайте сделаем это и получим... и получим следующее. GET FIRST. Получим результат. Таким образом, мы можем скрыть упаковку и распаковку в нашу коробочку внутрь некоторой функции. То есть, мы упаковываем в нужную коробочку, не обязательно FIRST, в произвольный NEW TYPE, осуществляем некоторую обработку. Здесь может более длинная цепочка функций быть, требующая этого интерфейса. А дальше вызываем распаковку. Мы можем даже определить некоторую функцию. Ну, например, определить функцию следующего вида. Убираем этот аргумент и сцепляем наши элементы оператором композиции. И говорим, вот эта вот функция LET, ну, можно обозвать ее, например, FIRST CONCAT, то есть, конкатенация с помощью FIRST. Это вот такая вот конструкция, которая содержит в себе упаковку, обработку и распаковку. Итак, теперь вся наша работа с этой упаковкой спрятана внутрь функции, и мы можем просто конкатинировать этот список, используя FIRST внутри. То есть, мы теперь можем написать, что вместо вызова вот этой длинной функции, мы можем просто здесь вызвать функцию, которая зовется FIRST CONCAT. на этом списке. Ну и нам возвращается первый ненулевой элемент, однако вся работа спрятана, еще раз повторяю, внутри вот этой цепочки. природа Хаскеля, в котором очень легко строить функции с помощью комбинирования других функций, она проявляется здесь в полной красе. Мы можем упрятать внутрь функции много вспомогательных действий, оставив только содержательную часть.